меня видно слышно что-то немножко я у себя показывает с плохим качеством надеюсь у вас лучше чем у меня отображается видео это немножко какой-то предмоги хорошо зарядились позитивчиком до качество квадратиком я вам тоже смотрю что у меня какой-то или глюк не знаю что-то я плохо показываюсь хотя не знаю почему качество стоит принципе нормально сейчас попробуем исправить нет не хочет не знаю честно даже не знаю почему такая проблема но главное что видно презентацию и слышно юрика хорошо почетил ну принципе у меня достаточно не слабенький ноутбук и камера достаточно нормально принципе на вебинарах все окей было это сегодня что-то она сдает позиции мы попробуем немножко опустить может засвечивать но ребят честно не знаю чем проблема понятия не имею но главное что слышно главное что слышно так зарядились немножко позитивчиком перед нарам у нас сегодня такой немножко неплановый веб я вижу ним немножко я начал резко появляться неплановый вебинар по просьбе очень многих лидеров потому что лидеры другой сетевой компании вот сразу кстати попрошу на вебинаре категорически не упоминать название других компаний имена фамилии лидеров других компаний это справлю с точки зрения этики ассоциации прямых продаж категорически как бы запрещено поэтому мы сегодня говорим как она есть на самом деле без перекручивания без фактов то как именно есть и как раз вот если брать понятие отрыва вот очень удачная шутка вспомнилась мне с детства что относительно бабая что все знают что он есть но никто его по сути не видел вот это как раз касается и понятие отрывы в сетевом маркетинге в том числе и как раз и нашей компании потому что если как раз перескочим на следующий слайд если брать понятие отрывы и пассивы если открыть маркетинг почитать маркетинг как нашей компании о резко сновел все я уже теперь даже себя хорошо вижу если брать вот эти понятия как нашей компании так других компаниях то такого понятия в самом маркетинге и если брать вот действительно по правилам действительно как работает бизнес то бизнес работает в нашем случае так мы работаем в сетевой косметической компании бизнес работает относительно принципа именно маркетинга компании а не принципа то кому в голову дело и поэтому если бы в сетевом маркетинге и в том числе в нашем маркетинге, который предоставляет наша компания, предоставляет другие компании, были эти два слова, то в таком случае можно было бы говорить, что да, такие понятия и такие функции как бы есть в сетевом маркетинге и как бы в нашей компании. Но вся проблема заключается в том, что да, запись будет, что когда-то, точно когда не скажу, это было еще до того, как я появился в Faberlic, лидеры других, другой компаний, не будем называть откуда именно, и они для того, чтобы достаточно хорошо манипулировать, вот за это кстати могу только поаплодировать, это надо очень уметь хорошо манипулировать сознанием человека, чтобы ввести эти два понятия, особенно это касается как раз отрыва, и в частности это потом перетекает в пассив, в подсознание человека, что люди не знают, что это такое, но его боятся, вот как раз это касается и бабая, что у нас в детстве постоянно пугались, что баба есть, его надо бояться, но никто его не видел, вот здесь абсолютно такая же самая ситуация, что лидеры, которые работают со мной не один день, не одну неделю, не один месяц, до сих пор спрашивают буду ли я там что-то получать, когда выйду на какой-то уровень, вот сколько уже директоров фаберлик, ну честно, вот пока, пока эту тему не подняли лидеры другой компании, вообще за это никто никогда и не переживал, то есть никогда ни у кого не было с этим никаких проблем, но вот так как лидеры другой компании решили немножко поумничать, то приходится теперь показывать, как есть все на самом деле и как можно поступить в той или иной ситуации. Итак, побежали дальше. Начнем с того, что под понятием отрывы имеется в виду такая штука, называется маркетинговая разница. Что это означает? Что если, чтобы получать доход с вашего лидера, который находится под вами, вы должны быть на один уровень выше, минимум на один уровень. То есть, если, например, вы являетесь директором, то для того, чтобы получать доход с ваших веточек, эти веточки должны быть максимум на 19%, ну в данном случае. Если вы, например, на уровне полторы тысячи баллов, то ваши веточки должны быть, каждый веточек должна быть максимум на 12%. Если вы на 15% и лидер под вами тоже на 15%, то вы с такого лидера не получаете ничего. Если перевести это вот как раз на пример, вот немножко я порисовал, зависает. Ну, ребятки, запись будет, но честно, ничего не могу сказать. У меня видео тоже что-то. То хорошо работает, то плохо, хотя, в принципе, с интернатом вроде бы никаких проблем никогда не было. По поводу громче, то опять, ну, немножко вот добавлю. Так меня лучше слышно? Ребят, если у кого-то отдельно висит, то это у вас с интернетом, это тогда не у меня. Хотя камера немножко мерцает. Так, хорошо, побежали дальше. То есть, рассматриваем пример. Вот есть у нас лидер, он, вот зеленый вот этот кружочек, главный герой нашего этого слайда. Есть у нас лидер, он находится на 700 баллов, то есть, это уровень 9% по той табличке, что мы только что смотрели. Ну, за нее, я думаю, табличку по маркетингу особо останавливаться не надо, за нее я рассказываю на каждом вебинаре для новичков. Есть лидер, вот он, у него 700 баллов, то есть, уровень 9%, у него одна ветка на 620 баллов, то есть, это тоже уровень 9%. Так, убавил, убавил обратно. Так что, теперь должно слышно меня быть хорошо, но тогда добавляйте уже на себя. Так, все, пошли дальше. То есть, под ним есть лидер, который на 9%, у него 620 баллов, и есть второй лидер, вторая веточка, которая 30 баллов. Ну, лидером это назвать тяжело, но по крайней мере, веточка на 30 баллов у него есть. И в данном случае, так как первая ветка на 620 баллов, он сам на 700 баллов, здесь всего-навсего с личным заказом получается 80 баллов, то с первой ветки, вот считаем, сколько будет доход такого человека. С первой ветки он получает ровно 0, потому что они находятся на одном маркетинговом уровне. Второй, со второй ветки 30 баллов, вот это умножаем на 9%, так как здесь никто 50 баллов не делал и 100 баллов групповых нет, то весь объем переходит к вышестоящему лидеру, то есть синенькому нашему, или зелененькому, такой цвет. 30 умножаем на 9%, умножаем на 60, получаем, что мы с этой ветки получаем 162 рубля. И, естественно, за личный заказ мы получаем как за групповые баллы. То есть 50 умножаем на 9%, выходит 270 рублей. То есть в таком случае доход вот этого лидера, который у нас главный герой слайда, 432 рубля. То есть вот здесь как раз, если говорить по понятию отрывы или же по замаркетинговому уровню, чтобы правильно получать доход, то есть то, как раз, чему мы обучаем на школах активного роста в разделе маркетинг, то чтобы все было правильно, ветки должны быть или же равномерные, или же если они отличаются по объему, то чтобы вторая веточка как раз перекрывала вам один уровень. То есть если, например, вот покажу второй пример, если брать тот же главный герой у нас, но у него уже в этом примере 1000 баллов, то есть немножко подрос. Та же ветка на 620 баллов, она у нас остается, она никуда не девалась, но вот эта ветка уже делает оборот в 330 баллов. То есть это самый такой, опять же таки, простой пример, где проходит правильный расчет и где все правильно получают свой доход, который положен по маркетингу. В таком случае уже с нашей первой ветки мы получаем доход, то есть в данном случае первая ветка находится у нас на 9%, этот лидер находится на 12% и то есть он получает с этой ветки со всей 3%. Это получается 1116 рублей по данному примеру. Со второй ветки абсолютно тот же принцип, вторая ветка у нас на 6%, 12 минус 6 мы получаем тоже 6 и 330 умножаем на 6% выходит 1188. Ну и естественно за личный заказ по 12% здесь вышло 360 рублей. И общая сумма 2664 рубля. То есть вот в этом случае все полностью работает, то есть здесь никаких проблем нет. И этот, кстати, пример касается не только Faberlic, этот пример касается любой другой сетевой косметической компании, в которой такой же маркетинг, как у нас. Такой же принцип построения, такой же принцип начисления. И как такой пример, так и вот такой пример, который мы чуть раньше смотрели. То есть если нет второй ветки, которая перекрывает вот минимум один маркетинговый уровень, то доход относительно небольшой. А если есть вторая ветка, которая перекрывает вот этот уровень, то здесь получается 9%, здесь получается 12%, то есть вот эти плюс один уровень создан за счет второй ветки. То есть это как один из примеров. По этому то, что я только что объяснил, здесь все понятно. Если есть вопросы, то пишите сразу в чат. Если вопросов нет, то отминусуйте и продолжим дальше. Чтобы я понимал, что все здесь разобрали то, что я говорю. Это самый такой простой пример, даже до уровня директора, как правильно считать свой доход. То есть это все мы преподаем на школах роста по маркетингу. Хорошо. Здесь разобрались. Побежали дальше. Так. Почему 620 на 3%? Аня, смотрите, вот этот лидер наш, у которого 1000 баллов, он на 12%. Он получает 3% с первой ветки по той причине, что эта ветка на 9%. Это принцип, почему с одного яблока не может быть 3 яблока. Здесь абсолютно тот же принцип. За один заказ начисляется на всю структуру 23%. Эти 23% распределяются по маркетинговому уровню. Да. То есть здесь получается разница. Как кусочек вот от яблока. То есть каждый получает по своему уровню. 60% это пересчет с баллов обратно на рубли. То есть здесь я сегодня проводил пример полностью в русских рублях. Так как у нас в основном на юбинаре с России, то делали пример в рублях. Если вы с Украины, абсолютно тот же принцип, только умножаете на 18. Если с Казахстана, то тот же принцип, только умножаете на 300. А для России 1 балл для выплаты 60 рублей стоит. Побежали дальше. Ну, я думаю, такую табличку тоже все видели. Тоже все видели. Тоже уже не раз за нее я на вебинаре говорил. Точнее, каждый раз на школах новичка за нее разговариваем. И здесь вот прописаны... Так, удаляю лишнее. Здесь вот прописаны те бонусы, которые можно получать. То есть это один из самых реально классных бонусов, которые есть в Фаберлике. Он называется директорский бонус. Или же, вот как раз вспоминаем, о чем мы изначально говорили, понятие отрывы пассив. Или же вот это все, которое вот это идет. Вот это и считается как бы пассивным доходом. Но правильное название это директорские бонусы. То есть это директорские бонусы, которые мы получаем за наших директоров, которые есть в нашей команде. То есть неважно, это будет первая линия или вторая линия или третья. То есть мы получаем в зависимости от того, какая линия директоров и от того, на каком вы сами уровне. Да, Ира, ты правильно сказал. То есть между тобой и самой верхней твоей веточкой, самой сильной точнее твоей веточкой, должна быть разница хотя бы в один маркетинговый уровень. То есть если лидер твоей самой сильной веточки на 9%, то у тебя должно быть минимум 12%. Это минимум. А в идеале 15, 19, 23, там уже как получится. То есть главное, чтобы у вас минимум в один маркетинговый уровень была разница. По поводу директорского бонуса. Здесь принцип абсолютно такой же. Здесь принцип абсолютно такой же. И для того, чтобы получать директорский бонус... У нас все примеры я делал по 5% бонусу. То есть блуд же я не брал. Но принцип там будет абсолютно такой же. Все примеры у нас по 5% бонусу. Но все будет также просчитываться и для других уровней. И для того, чтобы получать... Так, немножко опущу. Для того, чтобы получать вот этот 5% бонус, то здесь вот прописан тот объем, который нам надо делать для того, чтобы получать вот эти 5%, 1%, 0,5%, 0,25% и так дальше. То есть если вы являетесь старшим директором, вот это старший директор, когда под вами одна директорская веточка. Вы получаете 5%. Если вы являетесь серебром, то есть это когда две директорские веточки, то вы получаете 5% первая линия и 1% вторая линия. Ну, в принципе, все это опять же таки мы разбираем на школах новичка каждую неделю. Так, то есть можно работать, стараться, если одна ветка остается, ничего не заработать. Вита, смотри, мы же когда строим, мы же не строим одну веточку всю жизнь. Одна веточка строится вообще-то как бы вашим наставником, она является спонсорской, а вторая веточка строится вами. И поэтому в любом случае уже есть две веточки. Вот если вы просто зарегистрировались и не работаете, то это уже совсем другой разбивок. Поэтому в данном случае тогда спонсорская ветка поднимет вас вверх по проценту, но вы будете получать как раз по том примеру, что как раз и разбирали. Сейчас, вот как раз по этому примеру. То есть если у вас только личный заказ, но нет вашей личной группы, точнее вашей личной веточки, то вы в таком случае получаете всего ничего. Нет, в данном случае имеется ввиду, что все, что под вами здесь считается. И спонсорская веточка, и ваша личная. Здесь примерно только на две ветки я брал. То есть, ну может быть же и три ветки, может и четыре ветки, в зависимости от того, кто как работает, ты у кого какой вы. То есть здесь вот все просчеты, которые делались, они делались по самому минимуму, который может быть. То есть это даже не средний вариант. Это даже не средний вариант, это минимум, который может быть. Побежали дальше. То есть Здесь по табличке все понятно. Для того, чтобы получать свой директорский бонус, начиная со старшего директора, надо выполнять этот минимальный объем личной группы. То есть для старшего директора это 2000 баллов, для серебра это 1500 баллов. И начиная с золота, везде на всех уровнях остается 1000 баллов. И у многих лидеров возникает, у других сетевых компаний, возникает вопрос, что у нас начиная с уровня золотого директора, когда три директорские веточки, надо постоянно делать вот эту 1000 баллов. И этим как раз и пугает много видео, много картинок было относительно того, что Faberlic заложен капкан. Я думаю, всем эта информация где-то как-то всплывалась, что на всех уровнях надо... Кто-то говорил 3000 баллов, кто-то говорил 1000 баллов. То есть это говорили в принципе те люди, которые по сути в маркетинге Faberlic, ну скажем так, вот так. Я думаю, дерево скажет здесь больше. Так, сколько веточек вообще должно быть? Танюш, веток в зависимости от того, на каком ты уровне. То есть если ты являешься новичком, то у тебя по началу максимально две ветки. Это спонсорская твоя личная. Если ты уже являешься лидером, там 12-15%, то тогда возможно открытие третьей веточки. На директора возможно открытие уже четвертой веточки. Все зависит от того, какие у тебя результаты. Если у тебя в день 2, 3, 4, 5 регистрации, то это не мешает тебе открыть ту же третью, четвертую веточку. Все зависит только от твоих результатов. Если у тебя за каталог 1 регистрация, то о чем здесь может быть тогда речь? Ну, я не имею в виду именно тебя. Я просто провожу как пример. То есть что в таком случае, естественно, что вторая твоя личная веточка будет совсем до ничего. И в таком случае особо как оборот ветки, то здесь не будет. Так, объем... Так, что такое объем личной группы? Да, Женя, это объем твоей личной группы. Это сумма всех веток, которые под тобой, за исключением, если есть уже директор. То есть если есть директор, он отделяется, а все то, что дальше под тобой, это может быть как одна ветка, это может быть как две ветки, может быть как три ветки. Вот эта вся сумма, это и есть объемом личной группы. То есть здесь уже вариантов может быть много. Сколько потянете, наверное, я проверю. Да, Ир, тут тоже я в принципе ответил. То есть все зависит от ваших личных результатов. Так, Жанна Тарасова. Пример, я старший директор, необходимо 2000, но мне же нужно каждый месяц подтвердать звание. У меня автоматом 3000. Так, в чем проблема? Они будут. Ну, в принципе, как раз вот следующий слайд, как раз пример, он немножко больше даст понимание. Смотрите, есть такой вариант. Вот у нас вот этот синенький, он какой-то там директор, не важно, в принципе, для нас. Вот у нас есть вот этот, опять же таки, синий-зелененький такой кружочек, он у нас является старшим директором. Так как под ним вот это как раз и есть одна директорская веточка. То есть под ним директор вышел. Для удобства расчета мы взяли, что у него ровненько 3000 баллов. Ну, обычно на практике такого не бывает, что ровно 3, обычно больше. Но опять же я говорю, что все просчеты у нас ведутся строго по минимуму. По минимуму того, что может быть. То есть это не средний показатель, это минимум. И в таком случае получается, что личный заказ остается 50 баллов. Объем личной группы создает вот эта веточка. То есть здесь может быть как одна ветка, здесь может быть как две ветки, как три, как четыре ветки. То есть все то, что весь объем, который не вышел на уровень директора, это считается объемом вашей личной группы. Это может быть или одна ветка, вот как большая, как на этом примере, или же может быть те же две ветки, И, например, по 1000 баллов они тоже будут считаться как объемом вашего личного звука. То есть это сумма тех веток, которые не являются директорскими. И в таком случае считаем итог доход, который можно получать на таком уровне при вот конкретно таком раскладе. Что две ветки, одна директорская, вторая практически директорская, но еще не дошла. Со звуком должно быть все нормально, с интернетом у меня вроде бы тоже все окей. Так, считаем по доходу. Итак, первая ветка. Так как эта ветка вышла на уровень директора, вспоминаем предыдущую табличку, которую мы смотрели. Возвращусь специально... Хотел на один слайд назад вернуться? Извините, сейчас вернусь обратно. Немножко ушло у меня изображение. Так, ага, вот, добежал. Итак, то есть там пример по старшему директору и как раз вот пример, что под вами есть одна директорская веточка. Так, это удаляем. Под вами есть одна директорская веточка, вот этот. И то есть мы получаем 5% с этой директорской веточки. То есть это уже идет как директорский бонус. Это уже идет как директорский бонус именно. И в итоге получается, что с этой одной ветки, по данному примеру, мы получаем 5%, это 9000 рублей, если брать в русских рублях. Берем дальше. Сколько мы получаем именно по маркетингу? То есть за первую ветку мы получили как директорский бонус, за вторую ветку мы получаем именно по маркетингу. 2450 баллов мы умножаем на 4%. Почему 4? Потому что вы являетесь на 23%, под вами ветка на 19%, то есть вы получаете с нее 23 минус 19, получаете 4%. И в итоге выходит, что 2450 на 4% получается, что доход с этой ветки вышел 5880 баллов. Естественно, за личный заказ все тоже также остается по 23%. И у нас здесь появляется такая штука, называется правило минимальной гарантированной выплаты. У всех сетевых компаний это правило, практически оно так и называется, там немножко может быть другая формулировка, но суть его остается такая же. Что это означает? Что вот под вами есть вышестоящий директор, вот этот он, точнее над вами, pardon, извиняюсь. Над вами есть вышестоящий директор, который тоже также по такому же принципу должен получить такой же, минимально такой же директорский бонус в размере 5%. То есть он тоже должен с вас получить. Но если у вас, например, нет 3000 баллов, то этот бонус не хватает вот этих 500 баллов, чтобы получить полностью весь бонус, который ему положат. Поэтому ему компенсируется за недостающие 500 баллов. Это правило работает как и в нашем маркетинге, так и в маркетинге других компаний, которых маркетинг такой же, как и в нас. В основном такой же, как и в нас. И за 50 баллов ему уходит вверх. То есть вот эти баллы по 5% уходят ему. И в итоге подводим итог. Сколько получил вот этот директор чистыми деньгами? То есть 9000 за первую ветку, 5880 за вторую ветку, 690 за личный заказ, минус 1500, которые ушли верхнему директору в счет компенсации. И доход в таком случае составил 14 070 рублей. То есть вот этот доход за вот эту веточку он получил полностью. Здесь еще чуть компенсировалось и плюс личный заказ. То есть это доход на, опять же таки, по минимуму на уровне серебряного директора. Ну, ирусь, я что же говорю, по минимуму. По минимуму. Потому что здесь вот может быть две веточки, здесь может быть три веточки, здесь может быть четыре веточки. И тогда совсем другая разница будет. Тогда совсем другой будет доход. Так, здесь видео еще были вопросы. Так, может не по теме. Директор должен быть по ОЛГ или по ГО. Жанна, ГО – это объем всей группы вместе с директорами. Это объем с его директором вместе. А объем личной группы – это объем без его директора. Если ты директор, а под тобой старший директор, будешь получать 5%... Юра, ты получаешь 5%, возвращаясь в предыдущую картинку. Если ты, например, являешься серебряным директором... Так, не рисует... Если ты являешься серебряным директором, под тобой старший директор, ты с него получаешь 5%, а под ним получается еще один директор. То он с этого директора получает 5%, а ты с него получаешь 1%. Витобиссоныч, еще раз повторяю, здесь пример по минимуму, который может быть. Смотри, пересчитываю немножко по-другому, чтобы вам проще было. А то вы немножко одну цифру увидели, но немножко не просчитали. Сделаем немножко другой пример, сразу же на этом, чтобы было удобнее просчитать. Так, что это лишнее добавляется. То есть здесь у нас... Вот это мы зарисуем. Напишем, что здесь у нас 1000 баллов. Это будет у нас одна ветка. А здесь вот нарисуем для удобства вторую ветку. Тоже по такому же самому принципу. Ну, извините, рисую я не очень хорошо, но как получается. Так, здесь вот вторая веточка у нас на 1450 баллов. То есть в сумме тоже остается 1450 здесь и 1000 здесь. Да что ж такое? Так, сейчас еще раз добавлю. Почему-то удалилось. Так, сейчас еще 1450. То есть объем получается тот же. Объем получается тот же. Но доход будет совсем другой. Считаем дальше здесь. То есть у нас получается, что... Так, здесь зарисуем. Здесь у нас 1000 баллов. То есть в данном случае вот это у нас не действует. Вот это мы удаляем. Все остальное у нас так и остается. Так как и первая, и вторая ветка по данному примеру находятся на 12%. То есть мы получаем 23 минут 12. Мы получаем с обоих веток по 11%. То есть 2450 баллов умножаем на... Так, умножаем, не хочет рисовать. Умножаем на 0,11%. Все понимают, почему 11? 23% минус 12%. Получается 11%. И умножаем так же на 60 баллов. Так, точнее на 60 баллов 60 рублей. Пардон. Так, сейчас просчитаю, сколько это будет. То есть это как второй пример просчета. Чтобы вы не боялись, что на старшем директоре можно так мало получать. Так, здесь получается 16170. Так, 16170 рублей. То есть это уже не 5,880. Да, спасибо, что посчитал. И теперь суммируем. Так, вот эту сумму мы удаляем. Считаем 16170 плюс 9000 плюс 690 и плюс, точнее минус 1500 баллов, не баллов, рублей. То есть та же сумма вверх и пошла. И здесь получается доход уже 24 360 рублей. Уже заход больше? Больше. Я же говорю, тот пример, который я привел, это как минимум того, что может быть. Это минимум. Это минимум того, что как бы по минимуму считать. То есть, чтобы вы понимали, откуда берется вот этот маркетинговый уровень. За счет чего? Он может браться как за счет одной ветки. Он может браться как за счет двух веток, как в данном случае. А также он может браться, если, сейчас куда-то всуну, если у нас есть и третья ветка. То есть, может быть, такой пример, что под вами три ветки на 1800 и 200. То здесь будет тогда вообще совсем другой доход. То есть, надо правильно уметь считать. То есть, в любом случае, наша изначальная задача была какая? За счет чего, какое условие надо сделать, чтобы получить бонус вот этого директора. То есть, это как раз все, весь объем, который у вас есть, вот все ветки, которые есть, сумма этих веток, это и есть тот как раз необходимый объем для получения вот этих всех бонусов. В зависимости от вашего уровня. То есть, вот это все, вот это есть директорские бонусы. И чем выше ваш уровень, тем глубже вы достаете вот эти проценты. То есть, в данном случае мы считали только по 5%. А так, ваша глубина, это, ну, действительно, вот Аня написала, это ваша стабильность. Потому что основной доход идет не с вашей, опять же таки, личной группой, а именно с тех директоров, которые будут под вами. Пошли дальше. Посмотрим другой пример. Посмотрим другой пример. Здесь уже немножко другая ситуация. Здесь у нас с вами уже есть два директора. Ширина это ветки, да, правильно. Ширина это ветки, глубина это уже директора, которые пошли дальше. А ширина это количество веток. Пошли дальше. Здесь у нас пример серебряного директора. У меня немножко опечатка. что-то я его сразу же золотым сделал, но он пока серебряный. Так, здесь у нас буква С, извините. Пошли дальше. У нас абсолютно тот же принцип. Есть один директор, есть второй директор, и есть две веточки, которые не являются директорскими. То есть вот эти ветки как раз создают у нас вот эту... Что ж такое? Ух ты! Вернулись мои каракули. Так, вот эти ветки у нас как раз создают вот этот объем личной группы, необходимый для получения. То есть достаточно двух веточек вот на таком уровне. И вот это как раз то, что директора, это уже ваша глубина пошла. И таких директоров у вас может быть бесконечно много. И здесь в чем плюс, что опять же таки, в третьей и... Не оттуда зашел. Вот, с первой и второй ветки. Они являются у вас директорскими. Вы получаете доход. Здесь вот у меня немножко опечатка. Здесь должно быть 6000 баллов, извините. То есть 3000 плюс 3000, вот получается у нас 6000 баллов. И 6000 баллов умножаем на 5%, а мы получаем бонус в размере 18000 рублей. То есть вот этот бонус мы получаем за этих двух директоров. Опять же, это таки минус, потому что ровненько... Точнее, не минус, это минимум. Потому что ровненько 3000 баллов не бывает. Бывает 4000, бывает 3500. Естественно, что бонус будет не 18000, а 20, 23, 24, 25, 30. То есть все зависит от объема ваших директоров. То есть здесь все по минимуму, опять же таки. Смотрим дальше. Третья и четвертая веточка. Третья и четвертая веточка, они как раз создают вот вашу, вот эту, объем личной группы. Ну и плюс ваш личный заказ. То есть все это создает объем личной группы. Из третьей и четвертой веточки, так как они находятся на 9%, вы, директор, вы на 23, то есть 23 минус 9, вы получаете... Сколько вы получаете? 14%. И 1450, то есть в сумме вот эта третья и четвертая веточка, итог дает нам 12 180 рублей. Тоже личный заказ 690 и правила минимальной гарантированной выплаты здесь также абсолютно сохраняются. И в итоге доход при именно таком вот раскладе будет 26 370 рублей. То есть именно такой. Теперь поговорим как раз относительно наличия вот этой личной группы. И что бы было, если бы ее не было. Почему компания ввела как раз, чтобы была какая-то минимальная личная группа, для того, чтобы получать вот этот объем. То есть здесь все поняли, что вот это, как называют, тот называемый отрыв, грубо говоря. То есть вот эти две личные ветки, вот по нашему примеру, это две личные ветки, которые и создают нам вот тот так называемый отрыв, который вечно пугает. За это все поняли, что я имею ввиду, чтобы я дальше пошел. То, что эти две веточки дают объем, который надо для получения директорского бонуса, они и создают вот этот объем для 5% ваших директоров. Как раз сейчас отвечу относительно того, если будет меньше, то получу или не получу. Хорошо, смотри. Как раз вот отвечая на вопрос, получу или не получу, если будет меньше полторы тысячи. Почему компания ввела такое правило? Люда Захарова. Был предыдущий вариант, там была одна ветка. Как раз за это на предыдущем примере мы говорили. Смотрите, если, например, чисто теоретически убираем вот эти ветки. Объясняю, почему компания никогда не уберет и почему это не выгодно вам, чтобы вы без личной группы получали какой-то процент. Объясняю, почему и какие это суммы будут. Смотрите, если, например, чисто теоретически компания убирает вот эти обязательные требования для вашей персональной группы, то есть оставляя чисто личный заказ, и вы с каждой из своих веток, например, получали 5%. То есть убираем вот это, вот это, значит, мы с вами перечеркиваем. Все остальное у нас в итоге остается. И какая у нас в итоге получается сумма? То есть это как бы пример. То есть у нас такого нет, но это как бы пример. Сейчас достану кальпуратор. Так, это получается, эту сумму мы с вами убираем. 1800, точнее 18000 рублей плюс 690 минус 4500. Мы получаем сумму в 14190 рублей. Задам такой вопрос. Вот вы являетесь серебряным директором. Вот под вами уже там, не знаю, тысяча-две народа. И если вот то, чего боятся как раз все, что у вас будет только ветки, две ветки, не будет персональной группы, и этим как раз манипулировать, манипулируют, что вам на ловик, да, ты правильно подтвердил, одну минуту, сделаем пересчет. В данном случае, так как нет личной группы, то вышестоящему компенсацию будет не 1500 рублей, а 3000. Бог, спасибо, что напомнил. Благодарочка. То есть, значит, вот эту сумму мы умножаем на 2, то есть у нас здесь получается будет 9000 рублей. То есть 9000 рублей должна уйти компенсация вверх по правилу минимальной гарантированной выплаты. В итоге 1000, пересчитаем еще раз, 1000, 18000, пардон, плюс 690 и минус 9000. Так, здесь 9000, значит, мы исправляем. Так, и у нас сумма выходит 9690. Так, вот это мы зачеркнем. 9690. То есть, при таком раскладе, вот такой был бы правильный расчет. То есть, задам вопрос первый. Вот вы являетесь серебряным директором. Вас бы устроил такой доход? То есть, это стоит того, чтобы манипулировать людьми, что говорить, что Фаберлик, пассива нет, грубо говоря, и говорить что-то подобное. Я не буду говорить, кто это делает, и с какой компанией этот человек сотрудничает, и какой проект это в основном делает. Но манипулировать и говорить, что, извините, это не устраивает никого. А если тот брать, что маркетинги у нас похожи, и принцип какой у нас, принцип такой и там. Если там, да, там, не буду опять же таки говорить, где именно, если там возможно, что для того, чтобы получать какой-то процент, не надо вот эта личная группа, то, извините, но доход будет такой же самый. Так как маркетинги одинаковые, то доход будет такой самый. Поэтому, чтобы не было вот этих, извиняюсь, практически 10 тысяч доход, то и введено вот это правило как раз минимальной гарантированной выплаты, чтобы и ваш вышестоящий директор получал нормально, и чтобы вы получали нормально. Теперь побежали дальше. Вот опять же таки, если берем такое понятие, как любят говорить, бизнес-пенсия, что вот я хочу там выйти на уровень рубина, на уровень, да, вот, Ань, ты правильно сказал, тысячу долларов обещать. Если у нас обороты примерно, опять же таки, плюс-минус одинаковые, процент плюс-минус одинаковый, такой принцип практически во всех сетевых компаниях, то не надо говорить, что под вами будет два директора, и вы будете получать тысячу пассивов. Ну, вы сами видели просчет. То есть эти цифры взяты с тех реалий, которые есть, а не с тех, которые можно где-то, ну, грубо говоря, придумать. Грубо говоря, придумать. Потому что я могу нарисовать что угодно. Но если есть просчет, если это правильно просчитать, то это совсем, совсем все по-другому получается. Объем личной группы, за сколько каталогов нужно делать? Ну, а днем личной группы, каждый каталог, мы в принципе зарплату получаем. То есть каждый каталог делается объем. Гуль, да, вот как раз по поводу сравнения, опять же таки, категорически напоминаю, что сравнение любых компаний на вебинарах, на презентациях, вообще где-либо, как по маркетингу, так и по продукции, это категорически запрещено. Это уголовная ответственность, как минимум. И за такое надо наказывать, надо наказывать. Потому что одно дело еще по убедительности, когда показывается действительно правильная информация, а другое дело, когда показывается искаженная информация. Так, Галентия и Оксана. Если личная группа есть, но сумма баллов не дотянет до необходимой. Оксана, в данном случае вы тогда получаете только за свою личную группу. То есть у вас будет доход, он будет небольшой, но, Оксан, согласитесь, что если вы работаете, если под вами выросло два директора, то вырастить, создать одну хотя бы, или две веточки, которые будут делать полторы тысячи объема, это не такая вот большая проблема. Для любого директора, для любого лидера. Я категорически не поверю в то, что если вы являетесь уже уровневым директором, что вот вы взяли все и забросили. Вырастить, выйти на полторы тысячи баллов, это не такая же большая проблема. За тысячу я вообще не говорю. Ну, как раз вот примеры, как вот на уровне рубина, то есть я по своему доходу сделал дальше, потом сейчас будем рассматривать примеры, как можно мне в 26 лет уйти на пассив, полный пассив, какого я опять же, я говорю, что я против категорически этих слов, потому что их нет в маркетинге. Но что мне делать, чтобы не работать, но получать доход? То есть вот это все мы сейчас тоже еще посмотрим. Но там, где сравнивают с другой компанией, это их не проблемы. Рано или поздно, опять же таки, появится в какой-то третьей компании, такие же, как мы, которые разбираются в маркетинге, и которые поднимут это все на чистую воду. Потому что, ну, работать надо правильно. Да, вот опять же, Гуля, ты правильно тоже сказала. Так, теперь, так, Аня, без уточнений. Побежали дальше. Как раз вот поговорим относительно того, представим ситуацию, представим ситуацию, так, опять мои рисунки вернулись, представим ситуацию, вот я нахожусь на звании рубиного директора. Ну, мне 26 лет, но мне захотелось идти на пенсию. То есть все, я хочу оставить структуру, хочу оставить своих директоров, пускай сами работают. Они уже у меня обучены, и хочу уехать там в Эмираты, жить на берегу моря, и получать доход и не работать. Опять же таки, то есть я уже там, уже уехал. Что мне надо делать, чтобы и не работать, но опять же со своей структурой получать доход. Вот как раз это касается того, что опять же на тех же вебинарах по сравнению, где проводили не совсем по правилам люди с другого проекта, с другой компанией, точнее, с которой сотрудничают с этой компанией, проводили пример, что вот если я перестану работать, мне надо пожизненный капкан так сказать, что я не могу уйти на эту пенсию. Не, ну то, что я рано собрался, это я минимум, минимум олитку хочу в этом году, так что, увы, извольте, уходить пока не собираюсь. То есть, смотрим пример. Здесь вот первая табличка, вот то, что вы видите, первая табличка, вот эта, нас интересует, ну, извините, не могу полностью обвести, потому что там у меня слайда мелькает, если я их зацеплю, то меня перекинут куда-то дальше. Ну, в общем, вот эта табличка, которую я чуть-чуть обвел. То, что я обвел, не смотрите, смотрите так, хорошо, сделаю по-другому. Обращу ваше внимание чуть не на ту информацию. Ну, вот я хочу конкретно, чтобы вы посмотрели сюда. То есть, средняя статистика по компании, рубиновый директор в месяц получает 164 тысячи рублей. Это средняя статистика по компании, директоров, которые у нас есть. То есть, эта статистика выложена на сайте, выложена в маркетинге, то есть, там возможности дохода, и там приведено, вот взять всех директора по итогам 2014 года, то есть, это даже не 2015, это по 2014 году, и сколько в среднем получает рубиновый директор. То есть, 164 тысячи. То есть, здесь на месяц было указано, если брать за каталог, так как каталог у нас три недельки, а не месяц, это получается, если пересчитать, ну, грубо говоря, 123 тысячи, там, с восемьем долларов. Теперь смотрим дальше. Что касается вот как раз той одной тысячи, то есть, вторая табличка. Это, опять же таки, скрин с моего личного кабинета. Что касается того, что надо минимум одна тысяча для того, чтобы получать процент за свою структуру. Ну, вот вы видите, здесь статистика за шесть каталогов. То есть, когда у меня отсоединился последний мой директор, ну, точнее, не отсоединился, вышел на уровень директора, естественно, что мой ОЛГ упал, он на тот момент был вот как раз в районе двух тысяч баллов. И прошел один каталог, сделался прирост в тысячу баллов. Следующий каталог, ну, немножко мы затормозили, это такое уже. Потом еще прошел один каталог, сделали прирост в тысячу четыреста баллов. Потом опять немножко затормозили. И итог, вот в прошлый каталог мы сделали больше, чем две четыреста, практически тысячи баллов. То есть, это результат за один каталог работы. То есть, грубо говоря, две тысячи вот баллов, две тысячи четыреста баллов сделали прирост за последний только каталог. Это только, только моя личная группа, без директоров. И сделать тысячу при данном раскладе, это вообще не проблема. Если получается, ну, расти, вы сами видите, четыре тысячи за шесть каталогов. Это следующий такой момент. Это, я вам тонко намекаю на то, что тысяча баллов, это тот минимум, который в дальнейшем надо для получения тех же директорских бонусов, что это вообще не проблема. Ну, естественно, вот здесь последний скрин, это доход, вот на который мы будем ориентироваться. То есть, так как я сегодня собрался в отпуск на годик в Эмираты, то смотрим итог по последнему каталогу, чтобы с ним сравниваться. Ну, здесь сумма немножко выше, не обращайте особого внимания, потому что здесь директор с квалификационным бонусом вместе. Поэтому смотрим на последний, который идет без квалификационного бонуса. То есть, было 158 тысяч. К чему я теперь дальше веду? Если вот, представим, я директор, Курбиновый, ухожу в отпуск, у меня доход 158 тысяч. Мне надо, чтобы моя структура как бы работала без меня. То есть, я как бы ушел типа на пенсию, но, естественно, с этой структурой получал доход. У меня есть 4 варианта, при которых я могу все забросить, грубо говоря, и уехать, опять же таки, на море отдыхать с женой, с ребенком, с семьей. Первый вариант это покупка услуг. Сейчас я подробно за все это расскажу. Второй вариант это уровень ВИП. Третий вариант это нанять кого-то, нанять персонал. И четвертый вариант это сайт плюс реклама. Итак, то есть, рубиновый директор это когда 4 директорские веточки, чтобы вы понимали. И, так как рубиновый директор, естественно, есть в глубине уже директора. Ну, и в сумме доход, в принципе, сами видите. То есть, для Украины это порядка 50 тысяч гривен где-то получается за 3 недели. Плюс-минус. Итак, разбираем каждый вариант. Что мне делать, если у меня нет, вот моя личная группа со швана нет, у меня нет вот этой тысячи баллов. Вот, насколько загулял, так сказать, полгода прожил в Эмиратах, со структурой не общался, директора там растут себе, работают, а у меня личная группа ушла. То есть, вариант первый. Вариант первый. У нас есть такая штука, называется заказ услуг. То есть, она представлена только для России, но, в принципе, это не мешает жителям другой страны пополнить свой счет в русских рублях, например, и покупать эти услуги для себя. Здесь стоимость одного балла 30 рублей. То есть, чтобы купить нам на ту же тысячу баллов, которая нам надо, да, кстати, под услугами я имею в виду заказать себе гороскоп на будик второй наперед. Чтобы заказать гороскоп, это тысяча баллов, то есть, тысяча баллов умножаем на 30 рублей, мы получаем, что расход нас по данному примеру 30 тысяч ушло на эти календарики, на гороскоп, извиняюсь. То есть, так как у меня доход 158 тысяч, в принципе, с которых 30 можно, я думаю, как расходы на бизнес, так сказать, спокойно себе отпустить и остальные 120 себе получать. Я думаю, вы со мной в принципе здесь согласны. И плюс еще к этому, так как мы за календарик заплатили, объем личной группы у нас получается созвался, деньги появились, то есть, оборот группы появился, хотя бы, хоть и личным заказом, но он все равно появился. То есть, это считается тоже вместе. То есть, так как мы получаем по... Так, сейчас спрячу. Так как мы получаем по маркетингу, в данном случае так как балл по заказу 30 рублей, на календарике балл по выплате 30 рублей тоже сохраняется. То есть, он не идет как балл по продукции. И мы получаем по 23%, но по 30 рублям. То есть, 6900 нам возвращается обратно по маркетингу. И так как, естественно, что те, кто делают такие заказы, они являются VIP-консультантами, то есть, они получают VIP-3 бонус. Основной плюсом этого бонуса является 10% бонус как бы сверху. И в итоге получается, что по VIP-3 нам возвращается еще плюс 10%. В итоге мы получаем еще 2700. И итог подводим, то есть, 3000, которые мы потратили, практически 10 тысяч нам возвращаются обратно. То есть, расход для того, чтобы создать вот эту тысячу баллов всего-навсего 20 тысяч. И теперь смотрим опять же что для того, чтобы рубиновый директор 158 тысяч. 5400, это что ты имеешь в виду? Аня и Вова, вы можете пополнить счет в русских рублях, то есть, вы заказываете, заходите в раздел мой счет, меняете регион на Россию и можете пополнять сразу с карты без комиссии. Не, Антон, Антон, я уточнял, звонил как раз по этому поводу к менеджеру, звонил к менеджеру и уточнял по поводу гороскопа. Он сказал, что по гороскопам 30 рублей, не 60, а именно 30. То есть, если заказ по продукции и они вместе идут, то по продукции будет расчет по 60 рублям, по гороскопам будет расчет по 30 рублям. То есть, гороскоп так и считается, по 30. То есть, это как раз принцип, что с одного яблока два не сделаешь. Если балл по заказу 30, то балл по выплату 60 не может быть. гороскоп, он представлен в разделе услуги от компаний. Представлен на территории России, но в принципе по полный счет может абсолютно каждый полный счет в рублях. Это онлайн с карты без проблем и заказывать себе те же гороскопы. Правда, будут ли они проходить, не знаю, но по крайней мере баллы можно купить. Нет, Гуль, это как пример, как делать эти тысячи баллов, если я вдруг ушел на пенсию и не хочу работать. И мне вот надо эту тысячу баллов как-то сделать, чтобы получать денежку за свою структуру. Это как пример. Если недоступна услуга из России, то может быть, что у вас СССР в другой стране. Но в принципе эти услуги доступны, только надо смотреть. А так они в принципе работают. То есть это как как раз чтобы мне получать бонус, директорский бонус абсолютно со всех стран. то как мне в этом случае выпутаться, если я вообще не хочу работать. То есть в данном случае, если на рубине 158 на сейчас, структура, естественно, еще будет расти, директора будут еще подниматься сами по себе. То есть это как бы не пик того, что может быть. То есть в итоге со 158 тысяч 20 тысяч как-то можно выделить уже на расходы. Отменят ли услугу? Ну сомневаюсь, сомневаюсь. Но почему отменять, если она работает в принципе достаточно хорошо и достаточно удобно по луне и надевать. Так что компания здесь ничего не теряет, компания тоже в плюсе. Ну в принципе нам проще. Товарооборота не будет, но здесь как заказ услуг, почему же? То есть здесь за эту услугу тоже даются баллы. То есть мы по сути почему товарооборота нет? Покупка гороскопа, да, это он идет как информационный, но это тоже покупка товара. Хоть и электронного товара. То есть мы покупаем крема, моющие порошки, а здесь мы купили гороскоп. Тот же абсолютно принцип. Тот же принцип, только электронный вариант. Так, здесь вот с первым моментом разобрались. То есть даже если 20 тысяч ушло на расходы, то 130 тысяч все равно у меня есть как доход. То есть как доход остается. Следующий момент. Следующий момент. Если вы являетесь уровень ВИП-12 у вас, то есть компания есть такая штука, компания начиная с уровня ВИП-12 сама под вас подписывает людей. То есть если вы 12 каталогов подряд, я думаю за то время пока вы являетесь директором, в любом случае по 100 баллов есть уже смысл делать, так как есть там еще бонус стабильности, который в принципе заказывает потом вот эти, которые будут от 50 до 100 на золоте, на рубине, он уже практически будет окупать. И начиная с ВИП-12 компания подписывает новичков. Когда были акционные условия, вот до нового года, кто к нам раньше присоединился, перед новым годом компания запускала акцию и подписывала новичков, которые регистрировались на официальном сайте компании, подписывала первую линию, но подписывала сама, то есть компания сама давала новичков ВИП-консультантов. ВИП-консультантов. Это еще один как плюс именно в Фаберлик. То есть за тот период мне компания подписала три новичка, которые все три сделали заказ, там сумма была больше, чем 75 баллов, но все же, если брать, что средний заказ у нас по проекту 25 баллов, 25 умножаем на те же три среднестатистически, потому что я знаю, что были люди, у кого и больше даже было, то есть опять же, берю по минимуму, это 75 баллов за один каталог, извиняюсь, тут у меня орфографическая ошибка, и 75 умножаем у нас 18 каталогов, то есть компания сама под вами создаст товароборот минимум в 1350 баллов. Опять же таки, плюс, опять же таки, плюс, потому что если вы вышли на уровень, в любом случае вам понадобилось на это время, если вы за это время стали еще ВИП-консультантом, то компания, пока вы еще работаете с компанией, пока еще не ушли на пенсию, то компания сама под вас подписывает людей. Еще как один плюс, даже без каких-то там вложений создать структуру, здесь люди будут подписываться в вашу первую линию, то есть да, они будут сразу под вами, но это будут идти сразу целевые люди, которые будут идти или же на продажи, или же для себя покупать, или же могут быть сразу заказаны, то есть компания может подписывать сразу под вас людей, которые уже оформили на этот момент заказ. Пошли дальше. Дальше, с уровнем ВИП разобрались. Теперь следующий момент. Можно нанять персонал. У нас есть бюджет тот же 30 тысяч, который мы изначально выделили на то, чтобы создать гороскоп, точнее, купить гороскоп. вы можете открыть свой собственный офис. Вам даже не надо там быть. Это сделать буквально в течение недели, подать все документы, аренду, загнать туда двух нанятых работников. Вы можете, как индивидуальный предприниматель, уже на себя нанимать людей. Вы можете нанимать людей, и эти люди будут уже на вас работать. То есть, в плане нанимать людей, вы можете нанять людей на два направления. Первое направление, это люди, которые будут вместо вас тоже работать, извините, и тоже создавать тот же процент. На 150, на 160 тысяч дохода, 30 тысяч, извините, за 15 тысяч в интернете человек будет работать, работать, еще раз работать, даже если он будет работать на вас. То есть, это будет человек, принцип нанятого работника. Или же, вы можете открыть тот же офис, купить человеку промостойку, научить его, как раздавать листовки, что говорить, и как говорить. То есть, это, в принципе, для любого директора особой проблемой не является. Уже все подучены, язык подвешен говорить умеют. И этот человек будет работать у вас как нанятый работник в офисе. Вам даже там появляться не надо. То есть, человека обучить за недельку особого труда не состоит. И как на обучение по рекламентингу, и так на обучение на работника офиса, вы можете 30 тысяч спокойно себе выделять. И у вас будет сразу же и ваша личная группа, которую будут создавать вот эти, кто будет работать в интернете, или кто будет в офисе работать. И будет создаваться опять же таки товароборот. Даже и работать по сути не надо. С этим я думаю тоже понятно, что это не такая уж за минимум в тысячу баллов. Это вообще минимум, который может быть. Да, с тобой тоже я согласен. Вообще согласен. Смотрите, почему я привожу такие примеры, потому что опять же таки на тех же вебинарах по сравнению представители других сетевых компаний говорят, что у нас даже на уровне бриллианта надо постоянно работать. Я рубин не бриллиант еще, извините, не дорос немножко, я думаю исправлюсь через пару месяцев, но тем не менее, тем не менее, все равно можно получать доход не работая, то есть можно нанять людей, которые за вас это сделали. За 120 штук русских рублей в месяц можно 30 выделить на расходы. Теперь следующий момент. Это называется режим вообще полного ленивца. ленивая реклама называется создание сайта плюс контекстная SEO и таргетинговая реклама. Начинаем с чего? Создание сайта. Татьяна Арнст 30 тысяч рублей на уровне в данном случае моего рубинового директора можно выделить самому и нанять двух людей, так как вы являетесь индивидуальным предпринимателем и платить им доход. Почему компания будет выделять деньги на ваши личные расходы? Вы захотели не работать, вы наняли себе человечка, который будет вместо вас работать. Или же рекрутировать в интернете, как в нашем случае можно, или же открыть тот же офис и платить ему зарплату. 30 тысяч здесь я загнул уже по максимуму. 15 тысяч зарплат за то, что в офисе сидеть, это я конечно перебрал. Но тем не менее это тот максимум, который можно было выплатить. То есть 160 практически тысяч, 30 тысяч это выделить как-то уже можно. Потом пошли дальше, следующий пример, это опять же говорю, режим ленивца. Режим ленивца. Называется создание сайта. Начнем с первого пункта. Первый пункт. Создание сайта. Почему я пишу от тысячи рублей? Потому что сделать сайт визитку своими руками, его можно по сути на блогере сделать бесплатно на Виксе. Можно сделать бесплатно. Почему казалось все-таки тысячу? Потому что блогер и Виксе это конечно одно, а когда уже действительно свой личный сайт, свой личный дом, это уже немножко другое. То есть как раз та сумма, которую я плачу за наш командный сайт, за свой личный сайт, это примерно получается тысячу рублей в год. То за год тысячу рублей, ну сами понимаете, это всего да ничего. То есть в эту тысячу входит покупка конструктора и покупка домена. И покупка домена. То есть больше здесь уже ничего не надо. Следующий пункт это SEO реклама. SEO реклама она немножко затягивается по времени, потому что для того, чтобы поднять сайт поисковику без контекстной рекламы. То достаточно много надо времени. То есть если вы еще не на пенсию собираетесь, а еще работаете, то можно еще при работе начать заниматься SEO рекламой и за полгодик поднять свой сайт по дополнительным по основным поисковым запросам, типа как фаберлик заказать, фаберлик купить, фаберлик регистрация тяжелее, но дополнительным поисковым запросам можно подняться в топ 10. То есть это примерно здесь будет по 1000 рублей в месяц, то есть есть ресурсы, которые помогают это делать, и 1000 рублей в месяц в данном случае тоже, ну извините, со старшейся тысяч всего до ничего. Пункт следующий, контекстная реклама. Это если хотеть получить сразу регистрацию и не работать. Опять же, в данном случае можно или же самому обрабатывать эти заявки, а если вообще лени хочется на море полежать, можно опять же с предыдущего варианта кого-то нанять, чтобы он отрабатывал эти заявки. Алсу, ты меня поняла, да, это оптимизация в том числе и оптимизация и размещение внешних ссылок на свой сайт. Дальше, контекстная реклама. Сюда входят Google AdWords и Яндекс Директ. В принципе, по сути, это принцип работы практически один и тот же, то есть если вы заходите в поисковик, прописываете там, ну, пускай будет Faberlic и там и сразу первые три, четыре, три, по-моему, три рекламных объявления, там сразу прописывается так реклама желтеньким и справа потом появляется и снизу еще появляется. Вот это все является рекламой. И это относится и к Google AdWords, и Яндекс Директ, ну, смотря каким поисковиком вы пользуетесь. То есть примерно расход, чтобы получать стабильно там 40, 50, 60 регистраций, если у вас правильно работает сайт, все настроено, ну, это 30 тысяч головой. С головой у вас регистрации будут достаточно хорошо идти. Потом дальше, потом дальше. Тех людей, которые будут к вам уже приходить, то есть вы, у меня немножко свайды перешли с одного на второй, немножко не та информация, так, вот это мы с вами удаляем и вот это удаляем. Это к предыдущему свайду относилось. То есть те люди, которые у вас уже зарегистрировались, если вы не хотите работать, то опять же вы можете платить тому же предыдущему человечку с предыдущего варианта, и он будет как раз тому обучать, ну, чему мы, в принципе, и так обучаем по шаблону и на вебинарах. То есть все это остается. Вебинары, по сути, будут проводить директором вашей команды, то есть плюс бесплатно проведут. И следующий плюс, что людей по шаблону могут обучать уже нанятые вами работники. И третий пункт, это по сути то же самое, что и пардон, четвертый пункт, отпечатка, таргетинговая реклама. Это по сути то же самое, что контекстное, только в социальных сетях. То есть Вконтакте, в Одноклассниках, в Моем мире, в Фейсбуке, вот там, где у вас всплывают слева, справа, сверху, там, рекламные объявления постоянно. Вот это как раз и есть таргетинговая реклама. По сути то же самое, что контекстное, только в социальных сетях. И вылаживать 30 тысяч или же 10 тысяч гривен примерно, плюс-минус получается, на такую рекламу и получать в итоге 150-160, и при том зарплата будет постоянно, если все нарасти, я думаю, тоже смысл есть. и говорить опять же что у нас заложен капкан, что у нас надо всю жизнь работать. ребята, было бы желание, как уехать в Эмираты на море, на пляж отдыхать, это не такая большая проблема. Главное желание, и главное не слугать кого-то, а смотреть, что и как есть на самом деле, разобраться во всем, как есть на самом деле, а не страдать, извиняюсь за выражение, фигни, извините за мой французский, потому что когда скидывают нашим, что у нас там нет пассива, нет отрыва, ребята, я спрашиваю вопрос, задаю точнее встречный вопрос, а вы знаете, что такое вообще отрыв? И все, на этом люди теряются, потому что они услышали где-то такие слова, им сказали, что у нас такого нет, но что это такое, они не знают. Вот это как раз принцип Доба Я, что его все знают, но никто не видел никогда. Так что, ну, слушать, конечно, хорошо, но надо и свою черепушку держать там не надо. Так, Антон писал, вы своих новичков должны будете научить, как в социальных работе, в начале работе. Ну, да, Антон, да, то есть я, в принципе, использую контекстную рекламу сейчас уже для работы. Честно признаюсь, мне немножко лень работать в социальных сетях, я умею работать, но все-таки структура большая и очень много времени уходит на обучение лидеров как раз. И поэтому я использую контекстную рекламу и, в принципе, давненько и хорошие итоги. Так что, так что, как раз относительно контекстной директора уже со временем могут задуматься, особенно те, которые собираются на пенсию в Эмират. Подводим итог. На этом у нас вебинар уже практически подошел. Мой вам совет сегодня на вебинаре присутствует и тем, кто будут потом просматривать этот вебинар в записи и тем, кто рассказывает относительно пассива и отрыва очень и убедительно. За это им, конечно, браво, но, ребят, надо работать честно всегда. Без каких-либо сравнений. Это категорически запрещено правилами этики ассоциаций прямых продаж. Как Украины, так России, так и Казахстана, так и Беларуси, так и абсолютно другой страны. Потом дальше. Если вы уже и что-то проводите, ребят, изучите маркетинг, изучите принцип начисления дохода, а потом уже начинайте, извините, опять же таки, за выражение, умничать. Потому что когда вот частенько мне опять же таки скидывают какие-то там картинки, сравнения, грубо говоря, и там, что вот у вас директор получает меньше, чем какой-то другой компании. Примерно не имею права наводить. Ребят, давайте отталкиваться от того, что, а какой оборот надо сделать нашему директору, для того, чтобы выйти на те же 23%. Естественно, что по сравнению с другими компаниями, в которых тоже есть звание директор, что у нас зарплата может быть ниже. Но так и оборот для того, чтобы выйти на этот уровень директора, он тоже ниже. Естественно, что зарплата тоже будет ниже. По сути, одно дело, когда оборот для того, чтобы выйти на уровень директора, там, 250 тысяч, а второе дело, когда на уровень директора, чтобы выйти, надо создать товарооборот в 500 тысяч. Естественно, что зарплаты от 250 и от 500 будут совсем равны. То есть, в итоге, опять же таки, плюс сторону Фаберли, что легче выйти на уровень директора. То же самое касается и квалификационных бонусов. За директора 55 тысяч рублей, за старшего 27,5, за серебро, за двух, честно, сколько по России. То есть он же опять-таки отталкивается от уровня товарооборота. То есть да, это какая-то фиксированная сумма, но она зависит именно от уровня товарооборота, а не от непонятно чего придуманного. Так, потом дальше, опять же, пункт третий. Маркетинг никто не отменял, и понятия пассивы, понятия отрывы в маркетинге не присутствуют. Как ни в нашем, так ни в какой другой любой сетевой компании. То есть если опять-таки кто-то говорит за отрывы и пассивы, пускай сначала найдут эти понятия в маркетинге. Не где-то там на вебинарах по сравнению или еще где-то, а именно в официальном маркетинге этой компании. Его там просто нет. Директорские бонусы, да, это есть, это есть во всех компаниях практически. Может как-то немножко по-другому называется, но принцип остается. Но пассивы и отрывы это не присутствует. Валентина Захарова. Кто хочет заработать, он работает под лежачий камень, вода не течет. Валь, абсолютно с тобой согласен. Или же, конечно, другой вариант. Можно быть сыном нефтяного магната, и тогда работать, по сути, не надо. Когда денежки сами прибегут. Но, увы, это не наш вариант. Увы, у нас никто с родителями не является нифтимым магнатом, поэтому приходится работать, и, естественно, что если не работать, то ничего не получится. Да, открытый доступ в любом случае будет, поэтому я изначально, когда начинал вебинар, всех просил, чтобы нигде никакого упоминания не было ни за какую-либо другую компанию. Потому что правило есть правило, этика есть этика, и мы категорически не имеем права или сравнивать, или же говорить что-то плохое. Плохое, в принципе, мы никогда и не поднимали вопрос, а вот то, что о нас постоянно сравнивают, и в том числе и за нас проект, всякую ерунду пишут, то это такое и есть. Поэтому, чтобы не было вот того бреда, который сочиняют другие лидеры, которые очень опытные и очень много изучали маркетинга, и знаю весь наш маркетинг наизусть, хотя, по сути, улыбаюсь, реально улыбаюсь, то, ну, ребят, посмотрите, очень-очень познавательно, я думаю, будет. Так, ну, давайте за то, что кто и там где знает, это уже оставим на потом. Юрец, да, с тобой мы обязательно увидимся еще не только в Киеве, еще увидимся в Черкассах, ты от меня уже никуда не денешься. А так, то все, кто с Украины, напоминаю, 3-го, 4-го июня у нас есть проект в Киеве, 3-го июня у нас будет, забыл, как называется, 3-го июня от компании у нас собрание, бизнес-семинар. А 4-го числа сразу оно плавненько так перерастает уже в свой проект. Поэтому собирайтесь, собирайтесь и еще раз собирайтесь. Всех лидеров приглашаем, запущены промо-условия, промо-условия уже есть и на командном сайте, есть и в чатах, информация бросалась, еще будет на вебинарах более подробней. Так что растите, растите, еще раз растите. Ну, а слет в России, я думаю, будет как раз вот, когда будет Московский международный форум, я думаю, что как раз где-то или перед, или после мы тоже сделаем что-то подобное. Так что спасибо за внимание, до встречи на следующих вебинарах. Если что, стучитесь в скайп, в личку или еще куда-то. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!